Также в этом уроке дан обзор употребления артиклей в греческом языке. Мы с вами уже обсуждали употребление артиклей в шестом уроке, и вы можете вернуться к тому обсуждению. Мы там говорили о большинстве способов использования артикля, но тем не менее, чтобы еще раз повторить это, в самом конце нашего курса дан дополнительный обзор. Вообще, для русскоговорящих артикль явление не очень привычное и зачастую игнорируемое. Перевести мы его, как правило, никак не можем, да и не должны. Но есть он в тексте, есть. Мы так вот проскальзываем через артикли и движемся вперед. Но все-таки, как читатели, как толкователи, мы должны отдавать себе отчет, зачем артикль в тексте нужен. Еще раз скажу, что артикль в целом выполняет две группы функций. Первая группа функций связана с выделением. С помощью артикля говорящий показывает, что читатели, слушатели способны распознать, о каком объекте идет речь, если наименование этого объекта употреблено с артиклем. Стол с артиклем – это какой-то узнаваемый, известный слушателю стол. Человек с артиклем – это какой-то человек, может быть, присутствующий в данный момент, может быть, знакомый, может быть, упоминавшийся и так далее. То есть артикль показывает, что говорящий ожидает от читателя некого узнавания. Читатель услышал слово и понял, осознал, о ком или о чем именно идет речь. И вот эта вот обособляющая, определяющая функция артикля, она достаточно распространена. Второй набор функций артикля связан с формированием различных грамматических конструкций. Для того, чтобы показать, какую роль играют те или иные слова в структуре предложения, иногда к этим словам нужно добавить артикль. Например, в предложении с именным сказуемым, где у нас есть два слова в именительном падеже, и одно слово играет роль подлежащего, а другое играет роль именной части сказуемого, говорящий может выделить подлежащее, добавив к подлежащему артикль. Или в случае двойного в именительного падежа, когда у одного глагола есть два слова в именительном падеже, зависящих от этого глагола, например, делать кого-то кем-то, называть кого-то как-то и так далее. Вот в таких конструкциях дополнение глагола опять-таки может быть выделено артиклем. И оно переводится как русское дополнение словом в именительном падеже, а второе слово в именительном падеже, так как двойного именительного падежа в русском языке нет, мы как-то трансформируем и ставим в другой падеж. Но артикль, конечно же, может использоваться для того, чтобы показать, что что-то является определением. Помните определительные конструкции, артикль определение существительное или существительное артикль определение, и определение может быть выражено прилагательным, может быть выражено причастием, может быть выражено предложенным словосочетанием. То есть много способов выражения определения, но артикль указывает, что здесь есть такая грамматическая функция у того, что после артикля стоит. Так что для некого обособления и для выделения грамматической функции артикль и нужен в языке. Ну а теперь давайте просто пробежимся по тем примерам, которые приводит Маус, чтобы еще раз задуматься об особенностях артикля. Классификация взята из учебника Волоса, и здесь очень-очень краткое изложение, более подробное обсуждение артикля, там в целых две главы ему посвящены. Посмотрите в том учебнике, там действительно интересное описание. Итак, по порядочку. Первый пример, который приводится здесь, из Евангелия от Луки, 5 глава, 33 стих. Хой мадетай и ано, не стеу син, пюкта. Почему здесь ученики и ано с артиклем? Артикль может использоваться для обозначения некого класса. То есть ученики и ано как класс. Все ученики и ано, они часто постятся. Почему здесь артикль? Артикль говорит слушающему, что он способен понять, о чем именно идет речь. И вот слушающий слышит. Ученики и ано с артиклем. И у него есть выбор. Либо имеются в виду какие-то конкретные ученики и ано, которые здесь присутствуют, или он их знает. Это один вариант. И он говорит, а, вот эти самые ученики и ано. Либо второй вариант. Ученики и ано вообще, в принципе, как класс. Слушатель знаком с таким явлением, как ученики и ано. И вот говорит, вот ученики и ано. Особый класс. Все в целом постятся часто. Так что для выделения класса, для обобщения, достаточно регулярно в греческом языке используются артикли. Второй пример. Второй Тимофеев 4.2. Керуксин, Том, Логан. Проповедует слово. Это так называемый анофорический артикль. То есть артикль, ссылающийся на предыдущее упоминание в тексте какого-то термина или какой-то концепции. Если вы будете подряд читать послание Тимофея, то вы сначала встретите фразу «Все писание богодухновенно и полезно». И потом дальше. У нас начинается в наших изданиях новая глава, но Павел-то писал все подряд. И потом дальше проповедует слово с артиклем. И имеется в виду вот это вот слово. То есть то самое описание, которое богодухновенно, которое полезно. Именно его и нужно проповедовать. И вот эта вот ссылка на то, что уже упоминалось. Не обязательно то же самое слово, но та же самая концепция должна присутствовать в предыдущем контексте. Это распространеннейший способ употребления артиклей. И вот какую-то особую связанность тексту такое анафорическое употребление артикля придаёт. Следующий пример. Матфея 14.15. Подошли к нему ученики, говоря, пустынно это место. Это так называемый диктический артикль. То есть артикль, употребляемый при упоминании того, что наличествует на момент речи. Ученики говорят, пустынно место с артиклем. То есть понятно, о каком месте они говорят, о том самом месте, в котором они сейчас находятся. Поэтому о присутствующих предметах, явлениях и людях, когда говорится, говорится, как правило, с артиклем. Ну и говорящие, слушатели понимают, что в курсе, что имеется в виду. Следующий артикль, а так называемый par excellence, например, примеры из первой главы, 21 стих Евангелия Таана. Хо профэтес эйсу, кай апокрите у. Ты пророк? Спрашивают твоя на крестителе. И он ответил, нет. О чем здесь идет речь? Прямо на крестителе выходит, спрашивают, ты пророк с артиклем. То есть подразумевается некий особый, тот самый пророк, которого подразумевают спрашивающие, посланные из Иерусалима, и о котором знает Иоанн, который отвечает на их вопросы. Можно было бы спросить без артикля. Можно было бы просто спросить, профэтеса эйсу, ты пророк, в смысле, обладаешь ли ты качествами пророка? Но его спросили не об этом. Его фактически спросили, ты тот самый пророк? Он говорит, нет. А чтобы понять, что за тот самый пророк, нужно понять, что в мессианских представлениях первого века было ожидание, что должны исполниться слова Моисея. Из 18 главы Второзакония, который говорит, что пророка, как меня поштет Бог, его нужно слушать. И вот это вот пророка особого, напоминающего Моисея, теперь все ждали. И она спрашивает, ты тот самый пророк? Кстати, если вы посмотрите на то, как Матфей начинает описание жизни Иисуса, Вы помните, там вторая глава, там цитируется книга Осии, когда Осия вспоминает исход из Египта, он его не случайно вспоминает, потому что древний исход из Египта для Осии – это прообраз и обещание нового исхода, нового избавления, которое пошлет Бог. Иосия ждет Давида, потомка Давида, который возглавит этот исход. И когда рождается Иисус, происходит избиение младенцев, и он оказывается единственным спасенным, и он отправляется в Египет. И вот эти вот все описания, они рисуют картину того, что Иисус фактически Моисей нового исхода. Поэтому в отношении Иисуса можно сказать, да, он тот самый пророк, который возглавить должен новый исход, который должен вывести своих людей из рабства. Иоанн Креститель нет. И когда ему задают рост, и тот самый пророк, он говорит, нет. Но вот этот артикль, смотрите, смотрите, как важно нам разглянить артикль для толкования этого текста. Ты пророк мне, да? Ну и пошли дальше. Нет. Мы обратили внимание на артикль и думали, а почему артикль? Почему какой-то пророк, который известен? Это пророк Парексонс, особый, уникальный пророк. И когда мы задумываемся об уникальности этого пророка, много чего можем отметить для себя. Следующий пример. Иоанна 1, 29. Вот Агнец Божий, который берет грех мира. Агнец Божий с артиклем. На самом деле есть только один Агнец Божий, берущий грех мира. И вот, когда о нем идет речь, естественно, он упоминается с артиклем. Его ни с кем не перепутаешь, он единственный. Так же, как когда греки говорили о Солнце или о Луне, они добавляли артикль к этому слову, у нас одно Солнце, у нас одна Луна. Так вот, и когда об Агнец Божьем говорится, он один, и он, конечно же, с артиклем. Следующий пример, который вам приводится, теперь это уже примеры больше грамматические, чем связанные с такой обособляющей функцией артикля, из Ефесянам 4, 28. Здесь слово «кравший» с артиклем, и артикль субстантивирует причастие. То есть, когда артикль превращает причастие в субстантив, который заменяет собой имя существительное, играет роль подлежащего предложения, вот «кравший» пусть больше не крадет. А, кстати, представьте, если бы не было артикля в этом тексте, как бы мы его читали? Мы бы увидели причастие без артикля, согласующееся с подлежащим, и, наверное, бы мы перевели его как обстоятельственное, и наш перевод звучал бы так. «Крадя, пусть он больше не крадет». Ну, понятно, что из-за бессмысленности мы бы забеспокоились и, наверное, к чему-то подобному пришли, но все-таки естественный перевод без артикля был бы «крадя», пусть больше не крадет. А теперь артикль добавлен к причастию, причастие мы понимаем субстантивировано, и мы как подлежащего переводим «кравший», ну и, как сказуемо, пусть не крадет, вот у нас есть предложение. Так что артикль здесь делает субстантивом причастие, и вообще к любому слову можно добавить артикль, и это слово становится субстантивом, и любую субстантивную роль в предложении может играть. Дальше вам приведено несколько примеров артикля, играющего роль местоимений. «Хой де эйпан прос алтон?» Они же сказали ему. Вот в такой конструкции артикль плюс частица «д» или «мен» плюс личный глагол артикль регулярно имеет местоименное значение. Вообще, исторически, по своему происхождению, артикль – это местоимение. Он существенную часть местоименных функций утратил, но в таких конструкциях все еще играет роль личного местоимения, подлежащего предложению. Второй пример из «Эфесянам 5.25» «Хой андрес агапате тас гунайкас» «Мужья, любите своих жен». Жены с артиклем. По крайней мере, он это описывает как вот такое притяжательное употребление артикля, то есть артикль заменяет собой притяжательное местоимение свое. Ну, можно это истолковать так, можно чуть-чуть по-другому это взглянуть. «Мужья, любите жен» с артиклем, то есть каких-то особых, конкретных, вполне известных, но имеется в виду, конечно, своих. Что за жена, которая особая, конкретно известная, но это жена этого мужа. Без артикля было бы «Мужья, любите женщин», что имело бы совсем другой смысл. А с артиклем, чтобы нам на русский передать, мы добавляем местоимение своих жен, но по-гречески можно добавить артикль «Особые, известные, понятные жены». Кстати, обратите внимание, слово «мужья» тоже с артиклем, и здесь артикль обобщающий. То есть не какие-то конкретные мужья, потому что нигде в контексте, в ситуации какие-то особые мужья не выделены. Вообще мужья как класс. Все мужья на свете должны любить своих жен. А мужья с артиклем, жены с артиклем. Но там и там мы артикли столковали чуть-чуть по-разному. Почему? Ну, контекст нас обязывает вот к такому прочтению. Ну, и последний пример из Луки 7,32. «Они подобны детям, которые сидят на рынке и говорят друг другу». Здесь Маунс толкует артикль как относительное местоимение. Ну, на самом деле, может быть, это не самое лучшее описание артикля в данном случае, потому что, смотрите, «катэмэ нойс» — это причастие, то есть это артикль, относящийся к этому причастию, «эн агора» — это зависящее от причастия слова, которые вклинились между причастием и артиклем. Здесь причастие с артиклем, и артикль указывает на то, что вот это вот причастие детям каким сидящим, вот это причастие вместе с зависимыми словами является определением к слову «пайдилайс». Поэтому артикль можно описать этот и как играющий грамматическую функцию, то есть указывающий, что слово, стоящее после «пайдилайс» будет определением к этому слову. Но на английский это переводится достаточно легко с помощью местоимения, на русский тоже мы можем добавить слово «который», и опять-таки вот это вот наименование артикля относительно местоимениям, это, конечно, скорее с точки зрения русского языка, а так лучше здесь говорить о грамматической функции артикля, когда артикль показывает, что последующее является определением. Вот эта вот местоименная функция, да, она вот такая очень плавная, очень естественно переходит в грамматическую функцию. Если «хой де эйпан» там явное местоимение, а с женами артикль все-таки показывает, что это не какие-то жены вообще, вот чьи это жены, ну, можно перевести притяжательным местоимением, но здесь и обособляющая функция тоже проявляется, то в конструкции из Луки 7.32 здесь скорее такая грамматическая функция определения, хотя, да, при переводе тоже может быть местоимение. Ну, и говоря о грамматических функциях, еще в параграфе 36.7.9 Маус приводит пример, мета-тон-ангелон-тон-хагеон, ну, такой классический пример, артикль-свестантив, артикль-определение, с ангелами святыми. Где явная, ярко выраженная грамматическая функция. И несколько слов в учебнике есть о ситуации отсутствия артикля. Если артикль как-то выделяет и обособляет, и говорит что-то тут известный, конкретный, определенный там предмет, или человек, или еще что-то, то отсутствие артикля вовсе не обозначает отсутствие определенности. Зачастую отсутствие артикля говорит либо о неопределенности, либо о качестве. Пример из 1-го Иоанна 4.8. Хотеос агапээстин. Бог-любовь есть. Любовь без артикля. И здесь просто подчеркивается качественность. То есть Бог обладает качеством любви. А с другой стороны, вот если говорить о неопределенности, из Иоанна 4.7. Эхетегуне эктэс. А самариарис антлэсэ хюдох. Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды. Женщина без артикля упомянута. Мы не знаем, что за женщина пришла. Какая это женщина пришла? Никто не знает пока, что за женщина подчеркнуть воды. Если вы дальше будете читать 4 главу Евангелия Таана, вы увидите, что дальше женщина будет поминаться с артиклем. То есть та самая женщина, которая вот за водой пришла, то есть первый раз она описана без артиклей, а потом все время с артиклем. Ну, это естественная структура в греческом тексте. Так что мы еще раз посмотрели несколько примеров, проговорили. Посмотрите 6 урок, если вам недостаточно информации в этом уроке, и осознайте артикль. Обособляет и говорит, что то, о чем идет речь, вот, либо целый класс, либо уже был упомянут, либо присутствует здесь на момент речи, либо является чем-то особенным и знаменитым, либо вообще уникальное, либо артикль играет грамматическую функцию. Ну, где-то заменяет собой местоимение или разные типы местоимений, где-то что-то превращает в субстантив любую часть речи, и где-то показывает там, где у нас подлежащее, где у нас дополнение, где у нас определение и так далее. То есть вот подчеркивают грамматические роли различных членов предложения. Так что при анализе грамматической структуры и при анализе того, о чем вообще идет речь, на артикле внимание обращать нужно. Субтитры создавал DimaTorzok